Все готово к началу матча в Москве. ЦСКА против Бориса. Матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Отправляет шайбу в среднюю зону. В ЦСКА появляется возможность поменять состав. Но этот состав применялся лишь частично. Ушел один столяр. Ух ты! Такой классный бросок кистевой удается. Но все-таки Найджел Доус, как автор заброшенной шайбы, внесен в протокол. И вот этот вот пастор нам это подтверждает. Отсутствует Сорокин, Бондарев и Любимов. То есть изменения коснулись каждой из линий. Их местом заявки заняли ФАКТ, Воробьев и Коротко. У Бориса также три перестановки. Ушел за ворота. Передача на пядачок. И точный пас на плюшку Ялмарсину получился. Еще одна передача. И вот эта передача для Александра оказывается голевой. Сергей Андронов. Оказался в этой смене. И он отправил шайбу в цель. На УЦСКА. Доус. Хороший момент у Астаны. Да, были близки. Второй заброшенной шайбе. Астанчанин голубый поднимался. Сальдафаст. И вторая пробоина. Вновь бросок от защитника. С той же позиции, но на сей раз бросал не дал нам Майк Вандин. Второе подряд большинство Борис реализовал. Перед воротами все три форварда ЦСКА. У Зайцева сходит шайба с крюка. Радула шайба в стойку попадает. Теперь после броска Александра Радула шайба низом пошла. Опять Радула за ворот шайбу выгружает на фитачок. Удалось сейчас армейцам небольшую панику посеять. В обороне Бориса опасно. Гол! Никита Зайцев также в соответствии с номером на спине приводит цифры на табло. Получил шайбу на чистом льдом. Бросил кистьями. И плаццо не вытащил. Ног вытаскивать. Не в такт шайба пошла. Поэтому и бросок получился не столь опасным. Но тем не менее остро было. ЦСКА сумел перехватить инициативу. На старте второго периода это не поспособствовало и шайбе больше зверя. А вот и еще одна. В буквальном смысле ЦСКА сейчас завевал шайбу в ворота Бориса. 3,2. Ян Муршак. Давненько мы не видели Борис в зоне ЦСКА. Бой! С близкой дистанции бросает в большинстве. Но теперь у ЦСКА появляется шанс. Очень неплохо было бы подзарный период еще раз пробить. Лаццо. Лаццо в невыгодном положении оказывается. Должны помочь партнеры. Помогли. Только в атаке у ЦСКА. Защитники Киселевич и Ожиганов. Догдан Ожиганов. Челеги. Хорошая возможность. Зряче бросал Иван. Подставил. По-другому и не скажешь под этот бросок. Давайте еще раз. Ему было неважно, что партнер располагался ближе к ней. Сен-Пьер удалось преодолеть синюю линию Борису. Бросил Сен-Пьер. Сестрицами добивали Сен-Пьер. Фаст успел подняться. Смотрите, там Денисов. Сумел отбросить шайбу подальше рукой. И она оказалась к месту Радула. Атака 3,2 получается. Лацо не дремал. Четвертая звена ЦСКА. Отключил свое время. Бойт. Опасно. Бойт. Еще один бросок. Гол. 3-3. Борис отыгрался. Бросил Бойт. Бросил дважды. С этими бросками справился. Но он не совпадал с добиванием Найджела Доуса. Закидушечка. Радулов далеко был от эпицентра событий. Опять шайба перелетает через заградительное сегло. Теперь это 2 минуты. Вот честно признаться, я не знаю, чем вот этот эпизод отличается. И лидер у Бориса обороняется. Первое звено без Доуса. Зарайцем. Играет Лацо. Еще один сейф Ухьяна. Вместо Жиганова Денисов. У Бориса Семенов. Савченко и Полищук. Денисов. Шайба в камер пошла. Бросок было неудобно. Радулов. Бросок гол. Александр Радулов забрасывает свою восьмую шайбу в этом чемпионате. 21 очко он уходит в отрыв в списке лучших бомбардиров чемпионата. В трех шайбах из четырех Александр Радулов принял участие. Они по-прежнему на первом месте. В лабранном очках, но более выгодное положение, если говорить о потерянных очках у Йокерита и у московского Динамо. ЦСКА свой следующий матч проведет как раз в Хельсинки на Харпол арене. К этому моменту дважды ЦСКА и Йокерита играли, пока равновесие.